МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, скорее, все же ради поиска компромисса по поводу бюджета. Время ведь уже поджимает, как всегда, дотянули практически под елочку. Удивил глава МВД, прогулявший дюжину отчетов Кабмина, сегодня он снизошел до народных избранников. Но был ли задан ему главный вопрос, волнующий общество, и, судя по молчанию, нисколько не заботящий Авакова о трагедии в Княжичах? Все расскажет Ольга Рыцарь. Час вопросов правительства уже в который раз по одному и тому же сценарию. За трибуны министр соцполитики развенчивает мифы о зарплатах. На этот раз заверяет, роста цен из-за повышения минималки не будет. За бюджетными вопросами без внимания остался главный прогульщик. Министр внутренних дел Арсен Аваков после 14 прогулов сегодня впервые появился в правительственной ложе. С того момента, как произошла трагедия в Княжичах, он так и ничего не прокомментировал. Но и сегодня задать ему вопросы нардепы не успели. Особенно я записывал себя на вопрос к министрам о состоянии злочинности в Княже. Это очень актуально. Никто не готовился, чтобы пройти Аваков. Будет много вопросов, начиная от статистических по сравнению злочинности и заканчивая концептуальными по реформам вообще. Есть много. Но я уже ему учу за те вещи, которые трагические были недавно. Розстрел полицейский. Зато нардепы от Народного фронта успели пожаловаться премьеру на коллег, которые отказываются голосовать за закон о спецконфискации. Вчера на вечернем заседании его в очередной раз провалили. Уряд Украины разработал закон, который дает возможность регулировать это вопрос. Если Украинский парламент считает, что этот закон должен быть внесен в изменения или дополнения, пожалуйста, мы не против. Нас интересует восстановление справедливости в абсолютно правовый способ. То, что вчера, в очередной раз, на моей памяти, это уже, мабуть, девятая редакция, хотели протягнуть, это порядок позасудового вылучения майна и денег. Слушаете? Позасудового, еще и в цивильном процессе. Мы этого никогда не допустим, потому что тот, кто думает, что принцип граб награбленный – это ключевый сейчас. Давайте расследуем сначала, где делятся нафтопродукты Курченко. Согласно регламенту, вносить этот закон в повестку дня можно не раньше следующей сессии, которая начнется в феврале. За счет чего правительство собирается пополнять бюджет, кроме проваленной спецконфискации, депутаты пока не видят. Когда мы будем понимать, что у нас по доходам, тогда мы увидим, что у нас по вытратам. Тогда будет заседание бюджетного комитета. Сейчас говорить про бюджет, я его поддерживаю, я его не поддерживаю, я не могу. До компромисса в бюджетном процессе сегодня еще далеко. Оппозиция настаивает на повышении соцстандарта и выступает против увеличения расходов на силовой блок. Голоса за нынешнюю версию документа давать отказываются. А выдвинутые против нардепа новинского обвинения называют попыткой отвлечь внимание от дырявой сметы. Сейчас видно уже, что пошли по самому плохому пути. Уговаривают фракции отдельно, свои карманные, чтобы они проголосовали. Они мотивируют их соответствующими образами и пытаются протащить вот этот бюджет. И вот как раз вчерашнее действие по преследованию депутата Новинского, оно на наш взгляд имело очень четкую цель запугать оппозицию, заткнуть рот, поскольку придется принимать грабительский бюджет. Уговаривать фракции искать компромисс или все-таки вносить правки. На все про все у нардепов неделя работы в комитетах. И хотя большинство фракций сегодня против принятия бюджета, только в Народном фронте и БПП уверены, голоса будут. Ведь торговаться до последнего и принимать документ под елку – это уже давняя традиция. А пока глава МВД сохраняет ледяное молчание и не делает никаких заявлений о перестрелке, скандал все же набирает обороты. Двое из задержанных участников разбойного нападения в Княжичах – сотрудники полиции. Эту информацию нам подтвердили в прокуратуре Киева. Напомню, ранее исполняющий обязанности главы нацполиции Вадим Троян заявлял, что среди участников банды правоохранителей не было. В связи с этим прокуратуре Книжича Киева наразе выясняется вопрос о передачу материала Кремляния. Я не я и хата не моя провокацией со стороны главы МВД и способом отвлечь внимание от кровавой трагедии в Княжичах назвал вчерашнюю громкую находку полиции, так называемых сокровищ Азарова, сам беглый премьер-министр. На своей странице в фейсбуке он написал «многие вещи видит впервые, а виновным себя не считает». Ну так вот, удастся ли замолчать кровавую трагедию в Княжичах? Почему руководство МВД позволяет себе отмахиваться от этого резонансного происшествия? И спасет ли их всех эта молчаливая порука? Поговорим об этом уже скоро в ток-шоу «Черное зеркало». Стартуем сразу после подробностей. Не пропустите. Еще один громкий скандал может разразиться вокруг однопартиица Арсена Авакова, нардепа Сергея Файермарка. Он может быть причастен к нашумевшему тендеру на дно углубительной работы в порту Южный. Источники издания «Комментарии» утверждают, сотрудники НАБУ обнаружили документы, которые свидетельствуют о возможной связи Файермарка и двух кипрских офшорных компаний. Именно эти офшоры и являются собственниками фирмы-победителя в тендере «Яндынул Украина». В электронной декларации Файермарка такая информация не указана. Напомню, скандал разгорелся в октябре месяце. Тендер на дно углубительной работы в порту Южный выиграла компания, которая предложила на 90 миллионов больше, чем конкурент. Результаты тендера оспорил антимонопольный комитет, а премьер поручил провести новый, но уже через систему электронных торгов «Прозорро». И еще один скандал в ведомстве Авакова. Как назло, в день борьбы с коррупцией погорел на взятке один из патрульных инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Инспектор одного из батальонов патрульной полиции Киева требовал деньги у матери задержанного. Взамен обещал закрыть глаза на якобы оказанное сопротивление при задержании полиции ее сына. Горе-взяточнику сейчас избирают меру пресечения. Грозит ему от 8 до 12 лет. Поздравил с днем борьбы с коррупцией правоохранителей и гендиректор Криворожского. Горно-металлургического комбината. Обвинил их в систематическом давлении на предприятие. По словам Парамжита Колона, комбинат регулярно подвергается необоснованным проверкам. А его подчиненных массово вызывают на допросы по уголовным делам. Решить эти проблемы правоохранители пообещали в обмен на так называемое предложение о сотрудничестве. По мнению руководителя предприятия, такая ситуация может негативно отразиться на работе комбината. Я только напомню, что иностранный инвестор, который развивает комбинат, является одним из крупнейших в Украине. И уже вложил в предприятие более 10 миллиардов долларов. Есть перечень пожеланий относительно того, что хотят эти правоохранители. Открыто на бумаге нам передали список требований. Мы обратились в прокуратуру. И я хочу обратиться к тем людям, которые пытаются влиять на нас. Пожалуйста, ради вашей небольшой выгоды не разрушайте большой процесс изменений, который проходит Украина. Те возможности крупных инвестиций. Отличился сегодня и сотрудник генпрокуратуры. Хотел за взятку в несколько тысяч долларов решить вопрос внеплановой ревизии, инициированной НАБУ. Сама же проверка должна была проходить в рамках расследования. Расстраты почти 2 миллионов государственных гривен. Производство по этому делу начали в январе нынешнего года. Подозреваемого задержали на горячем детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а горе взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы. Вот как отреагировали на эту новость борцы с коррупцией в ГПУ. Мы занимаемся организацией деятельности против коррупции и запобеганию поза криминальным проведением. Вы говорите про криминальное проведение. На жаль, не могу ответить на это вопрос. Причатная особа, невероятно чинный заступник начальника господделя Генеральной прокуратуры Украины, на думку детективы Збюро, намагалась передать 5 тысяч долларов США в посереднику для подальшего их устремления, в общем-то, одному из коренников Державной аудиторской службы Украины. Не только ловить взяточников, но и сажать. Премьер-министр уверен, эффективность борьбы с коррупцией повысится после судебной реформы. Об этом Владимир Гройсман заявил, выступая на общественном форуме, приуроченном ко дню противодействия коррупции. По его словам, главное, чтобы реальная борьба не превратилась в имитацию. Правительство вместе с общественностью разработало антикоррупционный план для министерств из 83 пунктов. Большинство из них уже в работе. Очень важно, чтобы был справедливый вырак судов. И только тогда, когда реально будут нести ответственность не заставами, не уловками, не доскональностью судовой системы, тогда очень быстро эффективность борьбы с коррупцией повысится. Миллион туда, миллион сюда. 53 нардепа не справились с электронными декларациями. И не просто ошиблись, а внесли неправдивые данные. Об этом сегодня заявили в ГПУ. Прокуроры проверили уже половину имущественных отчетов народных избранников. Результаты впечатляющие. Среди полусотни проштрафившихся есть те, кто скрыл часть имущества, зарабатывал на стороне, либо получал дорогие подарки. Материалы передали для проверки в нас агентство по предотвращению коррупции. Если вину политиков докажут, им грозит штраф до 1700 гривен, но с конфискацией незадекларированных доходов. А одному нардепу светит даже тюремный срок. Шесть его коллег додекларировались еще до налоговой проверки. Фамилии особо отличившихся в Генпрокуратуре не называют. Дескать, пусть в этом разберется профильное агентство. Но вот тем, кому не терпится узнать, рекомендуют самим покопаться в декларациях. Сами же электронные декларации продолжают подрывать отношения между НАБУ и НПК. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины обвинил Национальное агентство по предотвращению коррупции в том, что там не дают доступ к базе Е-декларации. Об этом Арчем Сытник заявил, общаясь с журналистами. Там, якобы, следователям НАБУ приходится изучать преимущества наших чиновников, только пользуясь информацией из интернета. Прокомментировать эти обвинения в НПК нам сегодня не смогли. Однако ранее на сайте агентства появилось заявление, в котором говорится, что доступ к личным данным могут предоставлять только по решению суда. Ну, а вот, что говорит глава специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы не просим раскрывать всю таевницу. Нам требует доступ к декларации. И мы эти декларации не будем использовать для загального расповсюджения. Информация про определенные детали, которые органы досудового расследования должен иметь для того, чтобы провести качественно належное следствие. Чи анализ и сделать какие-то аналитические исследования тех или иных осіб. Чи вартует там, чьи подставки для внесения в ЕРДР, для распочатку криминального проведения. Но пока контролирующие органы воюют за доступ к информации, декларациями украинских чиновников обеспокоились за рубежом. Наши главные партнеры США, Канада и ЕС настаивают на независимой и, главное, достоверной проверке всех доходов власти имущих. Другая тревожная новость пришла из Нидерландов. Там грозятся отозвать подпись под соглашением об ассоциации Украины и Евросоюза. Чего требует глава голландского правительства и почему его заявление уже назвали шантажом? Подробнее Наталья Шумакова. Взяточничество и продажность чиновников – главные препятствия для Украины. Об этом идет речь в совместном заявлении Евросоюза, США и Канады. Таким образом, западные партнеры напомнили Киеву о международном дне противодействия коррупции. И призвали наконец-то разобраться с правами и функциями антикоррупционных органов, которые должны выявлять и наказывать нечистых на руку политиков. Наполегливо закликаемо до проведения независимой и достоверной проверки поданных электронных деклараций. Пока в Европе и за океаном ждут реальных антикоррупционных результатов, украинцы в ожидании обещанного безвиза. В ЕС продолжается процесс согласований. 15 декабря Европарламент будет голосовать за механизм приостановки безвизового режима. После чего то же самое должен сделать Евросовет. Без этого зеленого коридора для Украины не будет. Также европейские политики ведут переговоры с Нидерландами, чтобы достичь компромисса в данном вопросе. Пока безуспешно. Нидерланды вновь пригрозили сорвать ратификацию соглашения Украина-ЕС. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что потребует от Европейского Союза юридических гарантий, что ассоциация между Киевом и Брюсселем не станет шагом для членства Украины в Евросоюзе. Если мы не получим этого, то на следующий день направим законопроект в парламент, который установит, что мы не ратифицируем соглашение об ассоциации. Разрешить ситуацию в Брюсселе хотят до саммита ЕС, который запланирован на 15-16 декабря. Наталья Шумакова, подробности, телеканал Интер. Ну и пока весь мир наблюдает, как Украина имитирует борьбу с коррупцией и сквозь пальцы пропускает задекларированные миллионы чиновников, то, как выглядит борьба настоящая, всем продемонстрировала Южная Корея. Сегодня там все-таки вылетела из кресла президент. Причем грехи Пак Кэнхё большинству наших политиков могут показаться детскими шалостями. Посмотрите, за что в цивилизованном мире карают даже глав государств. Да, сейчас я чувствую себя такой счастливой. Да. Столь многочисленных уличных протестов Южная Корея не знала почти 30 лет со времен массовых акций в конце 80-х. Но вот уже 7 недель, как корейцы не перестают митинговать. Сначала десятками тысяч, затем миллионами. В центре скандала глава государства. Сегодня парламент отправил первую женщину президента в отставку. Из 299 голосов 233 поддерживают импичмент. 56 проголосовали против, двое воздержались и 7 голосов не засчитаны. Я объявляю законопроект об отставке президента Пак Кэнхё принятым. Весь сыр бор из-за коррупционного скандала. В октябре журналисты нашли в мусорном баке возле дорогого отеля планшет президента с сотнями документов за 2012-2014 годы. Обнаруженная повергла медийщиков и всю страну в шок. Во-первых, оказалось, что речи президента правила ее близкая подруга, отцой Сунсоль, которая не имела никакого отношения к госслужбе. Во-вторых, она же и другие люди из близкого окружения главы государства оказывали на руководство корейских компаний давление, требуя вносить средства в некоммерческие организации, из фондов которых впоследствии обогащались сами. Сегодня исторический день. Я жду, что президента Пак Кэнхэ и ее сторонников серьезно накажут. Из-за скандала рейтинг Пак Кэнхэ упал до 5%. Хотя 4 года назад она выиграла с показателем 83%. Теперь ей приходится постоянно извиняться. Я прошу прощения у всех граждан Южной Кореи за то, что создала национальный хаос своей небрежностью, в то время как наша страна стоит перед многими проблемами, от экономики до национальной безопасности. С сегодняшнего дня исполнять обязанности президента Южной Кореи будет премьер Хван Гюан, бывший прокурор, который никогда не занимал избирательных должностей. Коррупция на высоком уровне домокла в меч корейцев. С 87-го каждый президент страны после ухода с должности становился участником уголовного расследования. Из-за этого 9-й президент Номухён даже покончил жизнь самоубийством. Юлия Мендель, подробности, телеканал Интер. Как Брекзит может помочь Украине? Чтобы поговорить об этом с украинскими политиками, в Киев приехал Джон Уэйтингдейл, депутат Палаты общин парламента Великобритании. Сегодня дипломат встретился с одним из лидеров оппозиционного блока. Моя цель – обсудить с представителями разных политических сил Украины вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Великобритания является партнёром Украины в этом вопросе. Великобритания показала Украине альтернативный путь. Сначала должны соблюдаться практически экономические интересы Украины, и только после этого безоглядно вступать в какие-то союзы или не вступать в эти союзы. Я рассказал гостю из Великобритании точку зрения оппозиционного блока на все политические и экономические процессы в нашей стране. Холодная зима и российский газ. В Брюсселе стартовали трёхсторонние газовые переговоры, проведение которых Москва и Брюссель согласовали 25 ноября. Какие вопросы на кону и до чего договорились, расскажет моя коллега София Гордиенко. Она на прямой связи со студией. София, добрый вечер. Скажи, закончились ли переговоры и что известно о договорённостях на данную минуту? Добрый вечер, Алексей. Да, переговоры закончились наконец-то спустя три часа. И скажу откровенно, что вышли участники не очень довольны. Эти переговоры вообще газовые, они ведутся здесь в Брюсселе, начиная с того момента, когда началась война в Украине. Так как газ это всегда был рычаг давления и предмет шантажа, не будем скрывать, именно в Брюсселе предпочитает Украина решать свои вопросы с Россией. И вот сегодня круглый стол был и в нём принимали участие министры энергетики украинский Насалик и глава нефтегаза Коболева от России. Это был министр энергетики Новак. У Москвы есть свой интерес, и этот интерес это то, что Москва требовала от Украины, дабы та отменила антимонопольный штраф. Штраф около 7 миллиардов долларов, который был наложен на Газпром. У Украины тоже есть свой интерес, это то, что у нас есть, у нас холода. И Украина не против бы была закупить у России газ, но только в том случае, если бы отменили очень странную систему take or pay. Это система, которая вообще предполагает, что Украина должна брать газ, даже в том случае, если погода тёплая и нам он не нужен. Нам пришлось побегать за украинскими участниками конференции, они не очень хотели давать интервью, а вот россияне были более открыты. Я попрошу прямую речь. Мы выразили обеспокоенность, передали письмо Еврокомиссару с тем, чтобы получить оценку Еврокомиссии данного решения украинской стороны. Также мной были подписаны письма министрам стран, являющихся потребителями российского газа, получающих его транзитом через Украину. Аналогичные письма с выражением соответствующей обеспокоенности. Хочу прокомментировать, что сегодня, на жаль, домовленостей досягти не удалось. Сподіваемся, что можно будет сделать на будущее, но сегодня мы не смогли подписать дополнительную угоду. Без дополнительной угоди, приобретение российского газа по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» является не возможным. Украина вот уже год не покупает российский газ. У нас в газохранилище его достаточно, но из-за сильных холодов мы уже его потребили на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В принципе, министр энергетики, он уверяет, что нам хватит газа, даже если холода будут продолжаться. Но, тем не менее, почему бы не купить газ, если такая возможность есть? Хотя, как уже известно, что без вот этого дополнительного соглашения о том, чтобы отменить систему «take or pay», которая нас заставляет брать газ, даже когда он нам не нужен, просто речи быть не может о том, чтобы закупать снова газ. Кстати, Украина подала в суд в стокгольмский арбитраж, именно чтобы отменить это соглашение. И решение этого арбитража мы уже будем ожидать в начале следующего года. Алексей? София Гордиенко была с нами на прямой связи из Брюсселя. Спасибо, коллега, за работу. Ну, а мы с вами продолжаем, ведь это не все подробности этого дня. И вот что узнать из второй части выпуска. Играва биженного. Какую карту разыгрывают адвокаты беглого Януковича? Бизнес на костях. Чью память потревожили львовские строители? Инсулиновое голодание. На кого власть перекладывает проблемы диабетиков? В Крыму очередное задержание украинского активиста. На сей раз в поле зрения российских спецслужб попал Владимир Балух. Об этом сообщила крымская правозащитная группа. ФСБшники пришли к нему с обыском. На чердаке дома якобы обнаружили патроны и тротиловые шашки. Сейчас Балух находится в Раздольнинском изоляторе. Это уже не первый визит силовиков к активисту. Ранее из его дома снимали украинский флаг и обвиняли в оскорблении сотрудника полиции. А буквально неделю назад к нему с угрозами заявился председатель сельсовета. После того, как Балух водрузил табличку улица Героев Небесной сотни. Москва допускает обмен Сенцова, Клыха и Сущенко на задержанных в Украине россиян. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Гамбурге. По его словам, юридические возможности существуют. Их использовали при обмене Надежды Савченко. Украина, кстати, была одной из главных тем на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ. И как заявил генсек организации Ламберто Заньер, участникам так и не удалось договориться о совместном коммунике из-за серьезных разногласий по этому вопросу. О чем еще шла речь на саммите, подробнее Татьяна Лагунова. 57 делегаций, два дня выступлений и переговоров и две главные темы – Украина и Сирия. Тон встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ задал хозяин саммита, главный дипломат Германии Франк Вальтерштайнмайер. После того, как аннексия Крыма нарушила европейскую архитектуру безопасности, мы должны более активно думать, как сохранить мир и безопасность в Европе и противостоять таким угрозам 21 века, как терроризм, экстремизм и киберпреступность. Минские соглашения необходимо выполнить, а для этого все стороны должны проявить политическую волю. Об этом в Гамбурге говорили как европейские, так и американские политики. Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма продолжаются слишком долго. По обе стороны линии соприкосновения огромные человеческие потери. Нужно положить конец страданиям и найти выход из тупика. Поэтому США поддерживают Германию и Францию как посредников в нормандском формате. Еще одна тема встречи в Гамбурге – новое соглашение о контроле за вооружениями в Европе. Обсудить его предложила Германия. Не нужно ничего изобретать заново. У нас есть архитектура, которая годами, даже десятилетиями была гарантом свободы и стабильности в Европе. Но в последнее время в этой архитектуре стали видны трещины. Из-за того, что наши инструменты частично устарели, а также изменились реалии политики безопасности. Поэтому я и предложил попробовать перезапустить систему контроля за вооружениями. Инициативу Берлина уже поддержали 15 стран ОБСЕ, а значит, дискуссии продолжатся. Встреча в Гамбурге – это, по сути, прощание Германии в качестве председателя ОБСЕ. В следующем году эстафету примет соседняя Австрия. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Новый статус для профессора. Янукович – беженец, а неподозреваемый, так утверждает его адвокат. Копию соответствующих документов Виталий Сердюк передал сегодня в Генеральную прокуратуру. Убежище, напомню, в России бывший президент получил в конце ноября прошлого года. Кроме того, защитник вернул в ГПУ уведомление о подозрении. Пояснил, оно было объявлено с нарушением норм международного и украинского законодательств. И предложил генпрокурору Юрию Луценко приехать в Федерацию, чтобы там просить о допросе и содействии в обручении подозрения. Генеральный прокурор Украины уже успел отреагировать на все это. Адвокат або занимается пиаром, або демонстрирует власный правильный негизм. Луценко не оголошил подозрение в суде. Я только выполнил процессуальную деятельность, объяснил суть подозрения. Это разные вещи. Вручение самой подозрения происходило у всех на виду. Мы надали подозрение защитникам, надислили на все известные нам адресы его пребывания или проживания. Тем временем удар под дых Янукович получил из Швейцарии, которая на год продлила арест счетов и беглеца, и его окружения. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета страны. В швейцарских банках у беглого президента почти 70 миллионов долларов. Такая же участь постигла и бывших первых лиц Египта и Туниса. Хосни Мубарака и Зина Алябедин Бен Али, счета которых заморозили еще пять лет назад. В начале 2018-го власти Швейцарии проведут повторную оценку и решат, нужна ли заморозка в будущем. В Одессе судебное разбирательство о трагических событиях 2 мая 2014 года снова затормозилось. Почему же участники процесса никак не могут приступить к слушаниям? И есть ли выход из этой патовой ситуации? Разбирались наши корреспонденты. Из-за изменений в составе судейской коллегии, дело о событиях 2 мая будут рассматривать с самого начала. А для этого необходимо провести так называемое подготовительное заседание. Присутствие всех участников процесса на нем условия обязательные, включая потерпевших. В данном случае это больше 30 человек. Но они не то, что не приходят. Секретарям даже дозвониться не может. Более того, в суд периодически не являются даже обвиняемые, которые остаются на свободе. При такой дисциплине сложно представить, когда состоится то самое первое заседание. Это возмущает судей и некоторых подсудимых. С этим согласна и сторона обвинения. Прокурор говорит, к тем обвиняемым, которые пропускают заседание без уважительной причины, могут применить серьезные меры. Это может быть грошевое стягнение за неявку до зала суда, а может и даже обвинение за побежное заход в виде держания под вартою. Заседание в итоге опять перенесли на следующую неделю. Напомню, по первому эпизоду событий 2 мая это беспорядки в центре Одессы, во время которых погибли шестеро, судят 20 человек. По данным следствия, все они активисты антимайдана. Пятеро под стражей. Эксперты предполагают, процесс затянется на годы. Так как мы начинаем делать сначала, сейчас у нас чистый лист, ни показаний, ни свидетельств, ничего у нас в суде не предъявлено. Я думаю, что минимум года или полтора для того, чтобы вернуться на нынешнюю стадию, нам еще понадобится. Что же касается второго эпизода майской трагедии, это пожар в Доме профсоюза, в результате которого погибли 42 человека. Но пока расследование до сих пор продолжается, и когда материалы будут переданы в суд, неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Верните детям школу. Против закрытия учебного заведения выступают жители села Хмелевое в Кировоградской области. Сегодня они весь день блокировали трассу Кропивницкий-Умань. Из-за этого образовались километровые заторы. Нервы сдавали и у водителей, и у активистов. Все подробности видел наш корреспондент Елена Брынза. Трасса Кропивницкий-Умань. Сотня жителей села Хмелевое с флагом Украины ходит по пешеходному переходу. Пропускают только скорые автобусы с детьми. Буквально через час образовываются километровые заторы. На трассу люди вышли от отчаяния. Аккуратно к первому сентября им сообщили. Школа закрыта. Детей придется перевезти в другую за несколько километров. Мама двоих учеников Наталья рассказывает. В снег и дождь детям приходится пропускать уроки. Ведь по бездорожью до школы не добраться. Нам обещали дать автобус, но они его нам не дали. Так и ходим в болоте, приходим, пришли, сафельками повитирали лапки, поводили деда в хату, в школу все. Сейчас мы вообще не ходим в школу. Перекрывать трассу люди выходят уже во второй раз. В сентябре чиновники пообещали, если решите проблемы с отоплением, школу откроем. Батькам выделили две недели из 9 вересня, когда была подписана угода на трассе, для того, чтобы они ликвидовали все недолики, которые есть в школе. Батьки выделили больше 10 тысяч собственных денег, ликвидовали все недолики. Местный сельсовет выделил 50 тысяч гривен на покупку котла для школы, но приобрести его так и не успели. Учебное заведение снова закрыли. Уже решением райсовета. В этот раз из райгосадминистрации к пикетчикам приехал только зампредседателя. Оправдывается, дескать, все в рамках образовательной реформы. В селе Хмельевом работали две школы, которые были наполнены, не на полную потужность, для того, чтобы улучшить качество дать знаний учням, реорганизовать в Хмельевское НВО. Ответ чиновника митингующих, естественно, не удовлетворил. Они продолжили блокирование дороги. Из-за пробки на трассе нервы сдавали и у активистов, и у водителей. Вызывайте сюда министра освіти, и будем решать. Нехай выгоняют вас отсюда, как вы считали. Сейчас подорвется, и министр освіти прилетит. Но разблокировать трассу активисты категорически отказывались. Лишь через пять часов к ним приехал замгубернатора. Пикетчики согласились снять блокаду и поставили условия. Если школу не откроют, вернутся снова. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Со своим протестом отстаивать свои права пришли сегодня к Верховной Раде переселенцы. Их требование – внести изменения в избирательное законодательство и дать право голоса. Кроме того, собравшиеся попросили депутатов внести в проект бюджета финансирование жилья для переселенцев, как это предусмотрено постановлением Кабмина. Если мы не добьемся возобновления права людей, которые проживали на Донбассе, Луганской, Донецкой области, их избирательного права, мы потеряем этих людей как социальный пласт, как электоральный пласт в украинской политике. Это наш шанс реинтегрировать Донбасс, вернуть Донбасс не военным путем, а путем пропагандистским, идеологическим. А в Запорожье скандал с псевдопереселенцами. Мошенники зарабатывали неплохие деньги на соцвыплатах и пенсиях. Двоих участников группировки задержали, когда они пытались получить в банке более 100 тысяч гривен. Всего же, по предварительным данным, аферисты незаконно присвоили почти 12 миллионов гривен. Организаторы схемы регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям так называемой ДНР. Дайте бесплатный инсулин. Уже просто умоляют харьковские диабетики. Люди второй месяц вынуждены покупать жизненно необходимый препарат за собственные деньги, в то время как должны получать его бесплатно. Ведь специально для этого ежегодно выделяются средства из госбюджета. Так почему же возникла такая катастрофическая ситуация, разбиралась Светлана Шекера. Здравствуйте, будьте любезны в кабинет эндокринолога. У Татьяны сахарный диабет второй степени. Каждый день женщина обращается в поликлинику, чтобы узнать, не выдают ли инсулин. Инъекции ей нужно делать пять раз в сутки. Но с ноября каждый день один ответ. Препарата нет. Получали в течение года стабильно. Вот, февраль месяц был без инсулина, ноябрь месяц без инсулина, в декабре тоже самое. В аптеках инсулин есть. Но если раньше по рецепту врача его выдавали бесплатно, то теперь приходится покупать. Инсулин очень дорогой. У меня обходится 1200 гривен на покупку инсулина в месяц при пенсии в 1260 гривен. То бишь мне на еду денег не остается. В долги влезло, конечно, в очень большие. В отчаянии женщина обзвонила все службы. Врачи разводят руками. Деньги, которые государство выделило региону на закупку инсулина в этом году, уже потратили. На сегодняшний момент от заявленной потребности у нас есть недофинансирование порядка 40-45%. Нехватку денег государственных должны покрывать бюджеты местные. Накануне депутаты облсовета наконец-то выделили дофинансирование. Были выделены дополнительные 3,5 миллиона для того, чтобы тем районам, где недостаточно средств до конца года, закрыть потребность необходимого в бесплатном обеспечении пациентов инсулинами. В городе Харькове тоже вопрос решенный. Чиновники уверяют, до аптек эти деньги дойдут через несколько дней. И люди вновь будут получать препарат бесплатно. Но в новом году проблема может повториться. В бюджете на 2017-й заложена лишь половина необходимой суммы. И то при условии, что инсулин не подорожает. Если бы не коррупция при закупках лекарств, говорят в парламентском комитете по вопросам здравоохранения, денег на инсулин хватило бы всем. Глава комитета Ольга Богомолец обнародовала данные. Только по пяти позициям в перечне препаратов инсулина Украина потеряла 100 миллионов гривен. И попросила обратить на это внимание уже долгое время исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Во Львове разгорается международный скандал. Мэра Садового обвиняют в том, что он разрешил строительство многоэтажного офисного здания на территории бывшего еврейского гетто, где были замучены десятки тысяч человек. Какую реакцию это вызвало в городе, расскажет Галина Якушко. Проспект Вячеслава Чорновила. Вот уже несколько суток здесь дежурят активисты. Установили палатку, развесили плакаты, греются у костров, разведенных в металлических бочках. В день тут греемся, слушаем музыку, пьем чай, каву, колеса. Дальше представляем, когда мы так же блокируем забудову, чтобы здесь ничего не выезжало. Так, люди протестуют против строительства офисного центра. Фундамент под шестиэтажную высотку закладывают на территории бывшего гетто. Это место относится к историческому ареалу Львова. Включено в список мирового наследия ЮНЕСКО. В пересылочную тюрьму попала и семья Николая. Рассказывает его с матерью и старшим братом. Достали сначала сюда, а затем отправили в ссылку. Я был маленький, 42-го года, я родился. И вот тут, вроде бы, нас сюда привезли, а затем уже где-то вывозили туда, в Казахстан. Ну, для кого в Казахстан вывозили? Тут, в целом, было место для полоненных. Против строительства высотки на этом участке выступает еврейская община Львова. Об этом сообщил ее глава Милах Шейхет. В октябре территорию гетто обнесли заборами, начали рыть котлован под фундамент. Представитель застройщика утверждает, разрешение не получили от Львовской мэрии. О каких-либо захоронениях их никто не предупреждал. Со стороны местной власти, относительно того, что там могут быть какие-то остатки, черепки людей, или другие археологические ценности предметы, у нас не было. Пока мы совершаем там деятельность с земляными работами, мы не нашли ничего. Хотя мы уже вывезли 50 машин. Сегодня ни мэр Садовы, ни чиновники Горсовета не нашли времени встретиться с нашей съемочной группой. Из мэрии прислали отписку. Дескать, никакого разрешения на стройку не выдавали, а компания подделала документы. О том, почему чиновники не предпринимают никаких мер, чтобы остановить незаконное строительство, ни слова. Активисты, между тем, утверждают, эти отговорки ложь. И шесть лет назад госадминистрация все-таки выдавала разрешение на кочуственную стройку. Местобудованные условия и ограничения на строительство на данной территории были подтверждены решением Выконавчего комитета Львовской міськой рады 31 грудня 2010 года. То есть, данный факт свидетельствует о том, что Львовская міськая рада надала сгоду на строительство данного объекта. Убирают свой блокпост, активисты не собираются. Говорят, будут, стоят здесь, пока строительство на месте гетто не прекратят. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал «Интерльвов». Бывший мэр Лондона на грани увольнения. Борис Джонсон, ну никак не может ужиться с ролью министра иностранных дел. Привык ведь говорить то, что думает, а это явно не лучшее качество для главного дипломата. Каким высказыванием Джонсон вызвал гнев премьера? Светлана Чернецкая расскажет, она в Лондоне. Мы все еще остаемся союзниками с саудовцами. Вы не отказываетесь от сказанного. Эксцентричный Борис Джонсон умудряется постоянно оставаться в центре внимания. Журналисты подстерегают его всегда и везде, начиная с раннего утра во время пробежки. Но в этот раз прямолинейность министра иностранных дел Великобритании может обойтись ему дорого. Из-за его фразы страна оказалась на грани международного конфликта. Некоторые ближневосточные политики используют религию и напряженные отношения между разными течениями в одной и той же религии в своих личных целях. Вот почему саудовцы, иранцы и вообще все занимаются кукловодством и играют в гибридные войны. В Саудовской Аравии пока никак не отреагировали на явно недипломатический выпад главного британского дипломата. Ну а в Лондоне поспешили откреститься от слов министра. В канцелярии премьера заверили, мнение Джонсона не имеет ничего общего с позицией правительства. То есть, по сути, публично унизили члена кабинета министров. Пикантности ситуации добавляет то, что сегодня Джонсон отправился в тур по Среднему Востоку. С инструкциями от Даунин-стрит и как бы ему не хотелось, но придется оправдываться и извиняться перед саудовцами. Ведь на кону миллиардный контракт на поставку вооружений. И Великобритании очень не хочется терять огромный рынок сбыта из-за внезапного приступа откровенности одного из своих министров. Думаете, вы все еще соответствуете должности министра иностранных дел? Этим вопросом журналисты провели политика в командировку. Ответ не получили. Похоже, судьба Бориса Джонсона как главы внешнеполитического ведомства будет зависеть от того, насколько успешным будет визит в Саудовскую Аравию, сумеет ли министр сгладить конфликты и доказать преданность международным обязательствам. Известный своим прямодушием Борис Джонсон уже не раз попадал в конфузные ситуации. Например, однажды назвал Африку страной, а также забыл имя президента Южной Кореи, из-за чего прекратил интервью в прямом эфире. Но на грани увольнения оказался впервые. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Автомобиль из кортежа президента Турции Реджепа Эрдогана попал в ДТП в Стамбуре. Четверо охранников получили легкие ранения, их и доставили в больницу. Сообщают, что авария произошла по дороге из президентского дворца в университет Мармара, куда лидер направлялся для пятничной молитвы. В Париже борются с нашествием крыс. В Уругвай открывают музей марихуаны, а фанаты «Звездных войн» строят гигантские копии фантастической техники. Об этом и не только узнаете из нашего международного обзора. В Уругвайе открыли музей марихуаны. Выставка должна показать посетителям, насколько многогранно использование этого растения. В экспозиции представлены одежда, рыболовные сети, бумага и лекарства из каннабиса. Неудивительно, что подобный музей появился именно в Уругвайе. Это первая страна в мире, где полностью легализовали выращивание и продажу марихуаны. Париж борется с нашествием крыс. Из-за огромного количества еды, которую бросают посетители, грызуны буквально заполонили парки. Пять скверов уже закрыли. Вход воспрещен даже на Марсово поле перед Эфелевой башней. Местные власти планируют расставить новые экологические мышеловки и изменить дизайн мусорных баков, чтобы грызуны не могли попасть вовнутрь. Фанат «Звездных войн» построил у себя во дворе гигантского робота-шагохода. Высота машины 6 метров. На сборку копии у инженера-любителя из Британии ушел всего месяц. Для управления шагоходом нужен оператор. Кабина и панель контроля расположены внутри. Там же встроен экран для видеоигр. Эта модель является самой большой из существующих копий фантастической машины. Инженеры из Южной Кореи придумали умный зонтик. Уникальность изобретения в том, что оно предупреждает о непогоде. Чтобы узнать прогноз, достаточно через Bluetooth подключить смартфон к зонту и встряхнуть его. Если засветилась красная лампочка, будет дождь. Кроме того, уверяет изобретатели, с таким девайсом станет меньше потерянных телефонов. Ведь умный зонт определяет местоположение смартфона и начинает вибрировать, если аппарат оказался слишком далеко. Новинка уже доступна в Южной Корее и Японии. В Мексике раскопали кости 12-метрового кита. По оценкам экспертов, им около 1 миллиона 800 тысяч лет. Останки древнего млекопитающего обнаружили в маленькой рыбацкой деревне возле известного курорта Акапулька. Находка поможет изучить животных, которые существовали в то время, и восстановить целую экосистему. Вот такими были подробности. Напоминаю, что подробности – это первая часть нашего информационного вечера на Интере. Я, Алексей Лихман, уже через несколько минут жду вас в студии «Черного зеркала». Не пропустите.